всем привет с вами сычук владимир и новый видео обзор по крафту шлема star wars и так в далекой далекой галактике хотя нет это перебор я просто раскрою вам страшную тайну я не умею рисовать вот вообще не умею но любым способом стараюсь это как-то компенсировать поэтому в данном видео покажу вам свое секретное кунг-фу кружочков и конечно немножко крафта сначала все как всегда делаем выкройку переносим ее на еву и вырезаем так как форма довольно круглая я взял большой шар нарисовал на нем выкройку как мне нужно и перенес это все на пленку с бумагой потом аккуратненько вырезал разложил на ровной поверхности сделал прорези и после этого получил такие вот разные куски выкройки это все перечерчивая на его форм делаю это аккуратно чтобы линии совпадали и ничто никуда не смещалось для надежности выкройки лучше фиксировать иголками скотчем или чем-то тяжелым дальше это все надо было аккуратненько вырезать и так как размер небольшой лучше мне подошел трафаретный нож хотя канцелярским ножом тоже очень часто пользуюсь и во многих случаях даже удобней только вот на мелких деталей там где переходы трафаретным проще работать нарезала кучу элементов и все это склеил в шлем он лежит уже готовы сама моделька процесс склейки шлема я пропустил и наверняка каждый уже где-то это видел клеить кусочки довольно просто также вырезал макеты декора ну или объема которые сверху шлема клеится его тут используется 10 миллиметровая а сам рельеф 20 первую часть я уже наклеил 10 миллиметров и вторую вот тоже придаю и форму чтобы наклеить во второй уровень также там пару советов по использованию клея клей контакт-цемент довольно такой вонючий и в закрытом помещении вы лучше не использовать вентиляция нужна потому что там голова может полить это нехорошо сам клей наносится на поверхности как вы видите размазываются тонким слоем я использую кусочки евы потому что кисточки не напасешься каждый раз новую брать вы ожидается от пяти до десяти минут до полного подсыхания и потом прижимается не зависит от длительности нажима а от силы нажима чем сильнее прижали тем лучше приклеилось главное выжидать это время до подсыхания если сразу приклеить то она будет очень плохо держаться я заранее учел что выкройки наклеимая друг на дружку на сферическую поверхность должны быть разной формы и поэтому верхнюю я сделал немножко больше и когда наклеил ее края стали немного торчать для этого я ножичком аккуратненько по срезал лишнее и это получилось как одинаковый элемент с одинаковыми краями а чем ровнее сделано тем легче потом обрабатывать меньше шлифовать шпаклевать и других заморочек так как это по идее летный шлем котик космического летчика у нее должно быть защитное стекло для этого взяли такие защитные очки по сути строй магазина которые отрезались ручки отшлифовались из желтого акрила и нужно было как-то закрепить над этим я долго думал как это закрепить чтобы она хорошо держалась не отвалилась все таки за них можно взяться и при нагрузке если просто посадить на обычный клей она отвалится для этого как бы решил эту задачу тем что сделал выемки под края самих очков самих стеклышек грубо говоря их дремелем отточил также сделал выемку бортик сверху по контуру этих очков куда можно вставить вот даже без всякого клея не держится не надежно но держится за счет этого когда я залил клеем а то я взял специальные для пвх он кристаллизируется и становится наподобие эпоксидки или стекла залил по этим выявкам поверх этих очков и за ночь она застыла зафиксировалась и стала одноцельным таким намертво села после этого был нудный процесс шпаклевки и шлифовки много раз одно и то же в итоге достиг хорошей гладкой формы и загрунтовал это все белой краской так как она является основной и по ней можно дальше красить а дальше начались мои художественные мучения жалко мне не получилось снять процесс нанесения логотипов это было интересно и познавательно но как-нибудь в другой раз а вот что было дальше столкнулся с проблемой нарисовать кружочки ровные круги на поверхности долго думал как его обойтись ну пришла в голову такая замечательная идея взять обычный колпачок и попробовать колпачком сделать контуры честно говоря первый раз пробовал но пробовал на каком-нибудь маленьком элементе кружочек черная водочка и так красиво получилось попробую сделать цветными красками по сути такой импровизированный штамп мне главное сделать контур за который потом не вылазить ну вот контур обозначили сейчас пробуем закрасить а потом именно этим контуром довести гранички но с этой стороны не получается ну вот так вроде более-менее ровнее кисточка чуть-чуть изнутри такой кружочек я считаю довольно ровно от руки бы я такой не жизни нарисовал главное чтобы руки не дрожали потому что попасть нужно аккуратненько ту разметку которая заранее сделал примерно карандашом чтобы знать на каком уровне какой длины друг от друга они находятся так один за одним я проставил все остальные красные кружки чтоб потом их закрасить как видно получается очень неплохо ровно остается только взять кисточку и все-все закрасить тут тоже главное быть осторожным не спешить не вылазить за края и потратить на это конечно больше времени но сделать все правильно у меня ушло на это где-то там ну не знаю минут десять может чуть больше это на три кружочка на все конечно ушло намного больше времени и вообще самое затратное это нарисовать первые остальные быстрее я думаю есть другие способы решить такие задачи вы покраски но мне в голову они не пришли и воспользуюсь таким методом я как бы свою поставлен задачу решил все красиво получилось вот видно как ровно и аккурат красные классно получились и пробуем желтые метод тот же мне понравилось чем тут еще тренировался здесь уже вообще чутенько делаем желтый штамп желтым цветом сразу плохо видно контуры потому что такая краска она довольно блеклая и для того чтобы было заметно нужно сделать несколько таких вот прижиманий но еще зависит от того сколько краски на том же самом колпачке остается главное делать это аккуратно и чтобы не дрогнула рука потому что если раз соскочит с контура то будет некрасиво и потом придется опять закрашивать белым и заново наводите желтеньким но такой метод реально удобно потому что кисточкой у меня никак не получалось даже на ровной поверхности сделать аккуратненький ровненький кружочек а с помощью колпачка мы делаем яркую такую толстую обводку внутри которой кисточкой любой маленькой легко разрез разукрасить и полностью сделать его однородным желтым если даже где-то чуть-чуть вылезла вы можете опять же или колпачком порвать контур а потом кисточка с белой краской ну очень аккуратненько снаружи тоже подровнять какие-то выходы вашей краски тут уже явно видно что я набил руку на красных кружочках и желтый для меня не были проблемы на все про все я потратил там каких-то 10-15 минут поэтому я рекомендую для начала опробовать любую технику даже такой способ покраски на каком-то небольшом куске евы или даже бумаги где можно набить руку получить навык а потом на чистовой работе вы уже не сталкиваться какими-то проблемами и легко и быстро все сделаете если честно я на это все потратил уйму времени пока натренировался к начала получаться но результат меня очень порадовал поэтому я решил поделиться с вами таким секретным кунг-фу кружочков как я его назвал думаю такая техника может пригодиться ведь не только я не умею рисовать после того как справился с маленькими кружочками стал вопрос как начертить большой жирный круг уже на сферической поверхности сбоку проблема была в том что колпачок не подходил из-за того что стеночки у него узенькие и само кольцо это не получалось таким широким но я не растерялся и пошел в поход на косметику жены там нашел отличную бутылочку с кремом не знаю как он крем для лица хороший или нет но его нижняя часть очень классно подошла для моих целей пришлось потом оттереть его и отдать обратно и все равно стать крайним но это уже другая история тут мы также использовали как штамп хорошенько его краску намочил и приложим прижимаем за счет того что его немножко в себя удавливается получается что полностью поверхность соприкасается по той же технологии второй круг но с обратной стороны у меня получился еще быстрее и лучше там реально хватило что одного касания для того чтобы его сделать наталья для того чтобы поровнять я взял обычную узенькую кисточку и все недочеты которые не прорисовали с помощью основания банки поправил подвел получилось классно и аккуратно в этом деле главное не торопиться и всего делать внимательно осторожно потому что один неаккуратный жест и придется много чего переделывать в этой работе были еще мини кружочки декоративные которые оказались совсем простенькой задачей для это взял обычную пластиковую трубочку и макнув ее краска поставил таких два кружочка на красном красиво аккуратно и удобно вроде бы у меня все получилось прикольно но хотелось бы что вообще было идеально поэтому я подумал взял обычный черный лайнер 03 и обвел контур черных элементов это не только этот круг который окрашен но и другие полосы которые сверху и грани переходов между желтым и красным а также сверху там на самом кончике есть на искать желтые покрашенные я их тоже от вручную воде лайнером там конце на готовой работе видно вот и готова офигительный шлем star wars для корги основной сложностью данной работы я считаю конечно же покраску но готовый результатом я очень доволен он получится красивый красочный и яркий я думаю с таким не стыдно сфотографироваться если вам понравилось видео лайкайте и не забывайте подписываться чтобы не пропустить ничего интересного всегда с вами встречу владимир и арт косплей